Ключевой темой, состоявшегося под председательством губернатора Михаила Дегтярёва, совместного заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Хабаровского края, выступили традиционные российские духовно-нравственные ценности. Сегодня они являются основой развития этноконфессиональных отношений в субъекте. Заседание, в ходе которого за одним столом собрались участники сразу двух совещательных органов, прошло впервые. Все мы – свидетели внешнего давления на Россию. Атаки на нашу историю, культуру и единство не прекращаются. Но в ответ на внешние угрозы, как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин, в обществе стало больше доверия и взаимовыручки. Более крепкой и надёжной стала наша сплочённость. Осознанней глубже наша сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и её будущее. Именно поэтому тема сегодняшнего заседания – традиционные российские духовно-нравственные ценности как основа развития этноконфессиональных отношений в Хабаровском крае. «И нам есть чем поделиться и что обсудить», – обратился губернатор к присутствующим в зале представителям советов. Например, в мае в регионе стартовала образовательная игра «Азбука о важном». Молодёжь вспоминает особо значимые для каждого из нас слова. Глава края отметил, нужно стремиться к тому, чтобы проект охватывал всех ребят с детского сада и до студентов высших учебных заведений. До конца текущего года его аудитория должна составить 65 тысяч человек, нацелил руководителей ответственных ведомств и общественных объединений губернатор. Ещё один яркий пример открытия – в 2021 году в рабочем посёлке Ванино духовно-просветительского центра при участии митрополита Хабаровского и Преамурского Артемия. Объект был построен на федеральные средства. В наши дни значимость духовно-просветительских центров возрастает в разы, поэтому до конца года необходимо открыть такой же объект в Николаевске-на-Амуре, первом русском городе-на-Амуре, заявил Михаил Дегтярёв. В завершении глава региона поблагодарил участников заседания за их неоценимый вклад в поддержку военнослужащих, защищающих страну в ходе специальной военной операции за помощь их семьям. Ещё раз процитирую президента России Владимира Владимировича Путина. «Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая теперь лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. И данные слова нашего национального лидера – прямое руководство к действию». В ходе заседания была подробно рассмотрена роль образования в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также накопленный в этом вопросе богатый опыт представителей гражданского общества. В их числе уникальный проект Хабаровской анимационной студии, где расподнят русский флаг, там он спускаться не должен, получивший поддержку на федеральном уровне, а также ежегодный дальневосточный мусульманский форум, проведение которого было приостановлено из-за пандемии. Абду Джабар Кадиров, помощник руководителя местной религиозной организации Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе Центрального духовного управления мусульман России по воспитательной работе, обратился к Михаилу Дегтяреву с просьбой возродить традицию. «Это очень интересное и нужное мероприятие, особенно сегодня, поэтому полностью поддерживаю озвученную идею. Но предлагаю расширить события и провести дальневосточный межконфессиональный форум, на котором обсудим сегодняшние угрозы, внешние и внутренние», – подытожил глава Хабаровского края.